Людмила Петровна Медведева пришла работать на телеканал Видное ТВ в 2000 году. В ту пору в Видном создавался историко-культурный центр. Вместе с краеведами появилась идея создать цикл краеведческих передач об истории Ленинского района и о людях, сыгравших большую роль в становлении нашего видновского края. Первые передачи мы делали с Михаилом Николаевичем Кудрявцевым. Он житель нашего города, по образованию историк-архивист. И когда он ушел со своего места службы из Москвы сюда, он полностью окунулся в работу по истории родного края Ленинского района. В начале 2000-х годов историко-культурный центр организовывал экскурсии по памятным местам. Было очень важно рассказать историю своего города молодому поколению видновчан. Съемочная группа во главе с Людмилой Медведевой освещала эти мероприятия. Так появилась передача «История родного края». Начинаем мы нашу передачу из центра нашего города, площади Советская, где в 50-е годы был построен дом культуры Московского коксогазового завода. Михаил Николаевич создавал сценарии. По этим сценариям мы выезжали на место и снимали тех людей, которых он знал. Вместе с ним узнавали и мы. Передача «Земляки» познакомила телезрителей с жизнью первого директора Московского коксогазового завода Павла Гаевского, героя Советского Союза Василия Молокова и многими другими. У передач «История родного края» и «Земляки» есть свои зрители, которые не раз звонили к нам на телеканал и благодарили за их создание. Этому способствовало еще отношение сотрудников «Видное ТВ». Не считаясь со своим личным временем, мы могли поехать в любое время, чтобы заснять интересную передачу или какой-то сюжет. Стоит упомянуть о людях, которые помогали делать передачи. Это краеведы Алексей Плотников и Алексей Зименков, Владимир Меньшов, в то время возглавлявший «Видновскую дирекцию киносети», а также все операторы, монтажеры и другие сотрудники «Видное ТВ», работавшие над выпусками. Сейчас, когда мы имеем возможность пересматривать, мы вспоминаем то время и тот энтузиазм, с которым работали сотрудники нашего кабельного телевидения. 15 лет назад Людмила Медведева снимала свои передачи на видеокассеты формата «Супер ВХС». Конечно, сегодня совсем другие технологии, но работы Людмилы Петровны навсегда заняли почетное место в архиве нашего телеканала. История родного края – это как история своей семьи. Если мы любим своих близких, значит, мы помним. А если помним, значит, живем. Жизнь продолжается. Наталья Буслаева, Павел Игнатьев, Екатерина Чернышева, «Видное ТВ». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова